Это часть гигзаметра, это иноида. То, что по-гречески пантаху, повсюду, повсюду, повсюду что? Тут, видите, нет у нас никакого глагола, по сути. Повсюду Кайлум и повсюду Понтус. Кайлум – небо, да? Повсюду небо. Да, и повсюду Понтус. Понтус можно подумать, что это мост. На самом деле Понтус, помните, как называлось Черное море, как называлось в античности? Эуксинус Понтус, то есть доброжелательное море. Понтус – это понт. Письма с Понта, помните, было такое сочинение? Письма с Понта, письма с моря. Понтус – это море просто. Представьте себе, что вы на маленьком корабле в середине Атлантического океана. Повсюду Кайлум и повсюду Понтус. Повсюду небо. Повсюду небо и повсюду море. А в словаре говорится, что даже Черное море почему-то. С неба грязь. Да. Из грязи князи, из князей в грязь опять, да? Антиохус эпистолис белум герит, поламо это атраменту милитат. Антиох герит – это или несет, или представляет? Нет, то самое выражение, то, что было сегодня, просто забыли уже. Белум герере – вести войну. А, точно. Ведет войну в пистолис, получается, как бы в письмах. В письмах, да. Или письмах. А милитат – это глагол милито, быть солдатом. Это, по сути, то же самое, то же самое, что Белум герера. То есть воевать. Воевать – рожать. Рожается. Каламо – это атраменту. А чернильницей? Каламо. Пером? Каламус – это перо, да. Каламус – это перо, по-моему, с которым пишут, да. Кусочек камышанский, я помню, да. То есть антиох сражается в письмах или с письмами, с помощью писем. И воюет каламом, то есть этой палочкой, и чернилами. Апут инферос, саксум тантало, импендент. Импендент, да. Импендент. Саксум скала? Да. Возле... Вот инферос – это можно перевести как обитель. Инферос – это, знаете, и апут инферос – это, видимо, что-то типа в преисподней, среди мертвецов. В аду, в аиде, мне кажется, апут инферос. В аиде у скалы висит тантало. Какой-то падеж, как вы думаете, саксум. Саксум – это, наверное, здесь не странно подлежащее, потому что это средний род. Видите, на ум заканчивается. То есть камень или скала, а танталу какой-то падеж. Это тантал, помните, такой персонаж был? Тантал. Получается, в аиде на скале висит тантал. Свисал он над ним, да? То есть саксум, тут полежащий-то саксум – это номинатив, давайте, каким-то другим цветом. У нас есть саксум, да? И она свисает над кем? Над танталом. Белум верунт контра арма вербис. Они ведут войну против какого-то словесного оружия. Ведут войну против… нет, тут не сказано против словесного оружия. Против арма. То есть против как раз-таки войска. С помощью чего? В вербис, словами. А, понятно. Словами. Давайте. Гай Юлий захватывает город и там военный пост, видимо, какой-то устанавливает. Да, Гай Юлий, то есть Цезарь. Это он сам про себя пишет в третьем лице. Город Опидум захватывает и там устанавливают военный лагерь, да. Гарнизон, можно сказать, наверное, так. Гарнизон какой-то устанавливает. Дальше. Марк, пожалуйста. Извините, я поискала. В общем, миф же заключается в том, что Тантал, когда был наказан богами, он никак не мог ни напиться, ни наесться. Наверное, на него все-таки свисала скала, и он не мог никак до нее дотянуться за фруктами, там, напиться и так далее. Да, камень навестал над его головой, и грозит обрушиться. Окулос ад кайлум толлунт. Смотрят глазами на небо. А вот не смотрят. Толлунт, толло, что значит толло? А, поднимают. Поднимают глаза к небу, да-да. Запомните, толло – это перевод от этого глагола, айро, греческого, поднимать. Буквально. Поднимают глаза к небу. Воздевают, можно сказать. Нихил инвело аппортит контемнере. Да. Следует ничем не пренебрегать на войне. Да, то есть на войне пустяков не бывает, все имеет значение. Так. Какой-то автор. Откуда цитаты? Непп, что ли? Корнели Неппус. Или Непп от его называют. Греки ингеню и доктрина абундант. Абундант, абундант. Абундант, да. Греки преисполнены талантом и ученышем. Да, они изобилуют, можно сказать. Изобилуют умом и ученостью, так. Нему нумциус малерум амат. Да. Никто не любит развещающих плохое. Да. Никто не любит посланников плохих новостей. Да, ведь Соболевский взял перевоз Апопла из греческого новоты. Меркурий летает среди... Вы должны знать, что это слово греческое, если вы учите греческий. Метаксю. Метаксю. Между. Метаксю. Среди. Между. Не среди, а между. Ничем, ничем. Между землей и небом. Да, между небом и землей. Меркурий летает. Антепортас эст белум. Да. Перед вратами война. Да. Враг у ворот, надо так говорить. Или война у ворот. Ира инитюм инсанья эст. Гнездная тала безумия. Эт гаудиум, эт сулакиум ин литерес эст. Гаудио, получается, радость в радости и в... Не, не в радости, а сама радость. Это подлежащая гаудиум радость. И что еще? Солякиум. И радость и утешение в куклах. Ну, в каком-то литературе. В словесности, да. В литературе, да. Ира инитюм инсанья эст. Гнев есть начало безумства. Безумие, да, точно. Так, 14-е мы прочитали. Антепортас эст белум. Война перед воротами. У ворот. Пятнадцатая читает Марк. Дивитяй бонум нон сунт. А богатство не является... Бонум, благом. Да, обратите внимание, что у нас тут как бы дуплекс такой. Да, и обе части дуплекса стоят в именительном падеже, в номинативе. Как и в греческом языке. Богатство – это не есть благо. Говорит Сеннека, да, один из богатейших людей. Ну, главное их иметь, да. Но они, при этом, благом не являются. Благом является, конечно, философия. Погнание. Так. Сайпы море ремедиум эст мали. Да. Часто промедление лекарством – есть зло. Нет. Смотрите, ремедиум, как фармакон. Помните фармакон с генетилом? Да, тут тоже с генетилом. Часто промедление лекарства от чего-то. Давайте так, от. От плохого? От зла. Я не поняла. Лекарство от неприятности – это просто промедление, то есть время. Ну, то есть время лечит все. Смотрите, тут двойной может быть смысл. Во-первых, что такое зло? Зло – это какая-то неприятность, которая с вами случилась. Либо это неприятность, которую вы можете совершить. Например, в гневе что-то сделать, да. И море – промедление. Мора – это промедление. Это лекарство от зла. Ну, в том смысле, что если зло уже случилось, то нужно дать себе время какое-то, промедление, и вы будете от этого зла извлечены, исцелены. Либо надо дать себе время, гнев утихнет, и вы сами не совершите зла. То есть лекарством, инструментом против зла является просто способность дать себе время, удержаться. Не, смысл бы поняла, я просто с падежами что-то запуталась. А, ремедиум – это у нас что? Это у нас номинатив. А мали – это генитив. Лекарство от чего-то, от зла. Это что? Тоже еще один именительный падеж. Это двойной дуплекс. Ремедиум – это море. Либо море – это ремедиум. В Британии ничто не из золота, ничто не из серебра. В Британии нет ничего. Как бы ни капельки чего. Ни капельки чего. Ни капельки золота, ни капельки серебра. По мнению Цицерона. Я не знаю, правда ли это сейчас. Сомни из коррэдера нон опортет. Не нужно верить сновидениям. Не нужно верить сновидениям. Это Цицерон – сочинение о предсказании, о дивинациях. О том, как предсказывать будущее. Солюсти достается Ане, пожалуйста. Мы не стремимся ни к империи, ни к богатству. Ни к власти, ни к богатству. Что такое империум? Империум – это не просто власть. Это та власть, которую римский народ дает полководцу на войне. То есть вот тебе империя, делай, что хочешь. А потом император. То есть император – это не вождь изначально политический. Это военный вождь. Император – это человек, у которого есть империум. То есть власть военная. Мы не стремимся ни к военной власти, ни к богатству.